В этом году школа принимает ребят из Донецкого государственного университета. В прошлом году был Луганск, в этом году Донецк. Ребята посмотрели и почувствовали на себе новую образовательную программу. В этом году мы прочитали дисциплины по русскому языку, русской литературе, русской культуре, читали их ведущие преподаватели Тверского государственного университета, которые постарались привить ребятам после первого, после второго курса вкус именно хорошей, добротной русской литературе. Значимость учителя русского языка и литературы трудно переоценить. Через какое-то время те ребята, те студенты, которые сейчас получили знания, умения, почувствовали Тверь, Тверской регион, приедут к себе в Донецк. Через два года они войдут в классы преподавать донецким школьникам русский язык и русскую литературу. И вот я надеюсь, что ощущение Твери, Тверского региона, еще более утвердило ребят в выборе своей профессии. Потому что от того, каким придет учитель русского языка и литературы, как он настроит школьников, на какой лад, по каким учебникам будет учить, как он будет рассказывать о русских писателях, зависит будущее всей страны. Были лекции, даже где нам дали хорошую информативную базу, которую можно уже применить, будет в школе. У меня уже есть базовая информация, базовые ссылки, которые я смогу использовать для заданий для своих учеников в дальнейшем. Понимаем, что мы там все-таки нужны, там нужны преподаватели, там есть подрастающее поколение, которому мы должны уже за него взять ответственность. И я думаю, что вскоре у нас появится хороший пласт новых педагогов. Мне, как преподавателю, было особо интересно присутствовать на занятиях. Лично для себя я отметила определенные педагогические приемы, которые также буду использовать в своей работе. Даже вдохновилась на определенный прогресс в своей диссертационной работе. Мы легко задавали вопросы, мы сразу же получали ответы, все прошли на практике с преподавателем. Конечно, это намного круче, чем дистанционно. Они жили во время военных действий. Там, когда были маленькие, когда поступали в ВУЗ, учились они. Онлайн, ковид еще был у нас. Русская литература, русский язык настраивают на то, есть учитель, есть ученик, и они смотрят в глаза друг к другу. Эти знания передаются, я бы даже сказала, и употребила такое слово сакрально. Старались запоминать абсолютно все, потому что, соответственно, предметы по нашей специальности и у нас в институте есть. Но в очном формате это было живее и интереснее, с тем учетом, что все время через компьютер не так информация запоминается. Был диалог, были практические занятия, которые мы все успешно выполняли. Было очень интересно. Такая возможность выбраться в новый город, в новую область, побывать сразу не в одном городе, а в пяти, и узнать их историю, попробовать их блюда, особенно пожарские котлеты, которые заполнятся на всю жизнь. Эти 12 дней прошли как год. У нас настолько была насыщенная программа, столько городов посетили, столько всего нового узнали. Можно спросить любого студента или какого-либо прохожего, и вам прочитают стихотворение Пушкина. Уютный город, очень интересный город, то есть сохранивший свой исторический облик, что тоже немаловажно. И, скажу честно, он немного похож на наш город. Очень добрые люди, очень тепло. Тепло от людей, очень веет теплом. И очень приятно мне было, что у ребят, которые к нам приехали из Донецка, те же самые любимые писатели и поэты, какие, например, у меня. Мы друг друга поняли с полуслова. Вот эта летняя школа, она оставит след в душе не только ребят из Донецка, но и студентов нашего университета, всех тех, кто принимал, тем, кто помогал летней школе. Огромное спасибо.